А если мы в смерть Ему крестили, то все станем сопричастниками Его воскресения. И вот в воскресении Христовом мы с вами получаем, это нам усваивается через таинство причастия, через таинство крестения, через другие таинства, это благодать воскресшего Господа. Поэтому и говорит апостол, что тот, кто будет, что является хлеб и кровь Христова, источником вечной жизни. Поэтому мы с вами сегодня празднуем этот величайший праздник воскресения Христова. И особенно радостно хочется этот день поблагодарить отца Богдана, который столько сделал для этого прекрасного храма. Он поставил веконостав, украсил храм, украсил всю территорию вокруг храма. Тут рядом, в Белогринке, поставил великолепнейший храм, который является, можно сказать, изобретением искусства. И вот это, по-вашему, Отец Богдан, верующий, это красота вашего верующего сердца. Все, что вы делаете, и те послушания, которые вы несете, вы выполняете искренне. Я в первую очередь, отца Богдана всегда прожил, чтобы быть моим помощником, он говорит, батюшка, я сильно занят, и по состоянию здоровья. А так он очень много трудится, и в школах, и в садиках, и в доме, и в череплях, и куда церковь бы его не направляла. Отец Богдан, мы поздравляем вас этим престольным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, многих лет жизни вам, вашей матушке, чадам. И вот эту любовь вашу чувствует, ваши прихожане хорошо вас отзываются. И вот вы имеете прекрасного пастыря, пусть ту любовь, которую он издевает на вас, он издевает, а вы ему тоже стараетесь отдавать, это и любовью отцу Богдану. Многое лета отцу настоятельному, и отцу настоятельному, и отцу Богдану, который посылает их. Многое лета отцу, и отцу Богдану, и отцу Богдану. Спасибо, Господи, отец Иоанн, спасибо, Господи, отцы, что пришли сегодняшний день и расселить нашу духовную радость, наш хрестольний праздник, великого праздника, праздник Сождества и Сождества, воскресенье Господа и Господа нашего Иисуса Христа. Пахи, пахи, еще раз и еще раз мы друг друга поздравляем этими спасительными, жизнью, воскресающими словами Христос Воскресе, благослови и воскресе, воистину воскресе Христос, и молимся, что Господь в своей милости, в своей задаче воскресил наши души, для того, чтобы мы были искренними всегда, для того, чтобы мы были милей, жили со всеми, для того, чтобы христианскую любовь мы приобретали в своем сердце, в своей жизни эту любовь распространяли, разделяли со всеми нашими родными и близкими, со всеми людьми, которые встречаются на нашем житейском пути, потому что Господь в образе других людей встречается вместе с нами, и мы должны другому человеку относиться к самому Господу, нашему Иисусу Христосу, не просто Господу, а воскресшему Господу, который воскресил смерть, и жизнь вечную, и даровал каждому из нас. И еще раз все спасибо, Господи, за молитвы, молитесь за наш храм, молитесь за все храмы нашего благочения, спасибо Господи, отцу Иоанну, пускай Господь в своей благодатью воскресший, Господь помогает ему нести его нерегкий крест, потому что он не так настал благочинен нашего благочения, это не простая задача, как говорится, это старший среди равных, и Владыка строго спрашивает с него за все послушания, которые он должен нести, и через его, Владыкино благословение и наставление Саяна, мы также должны нести свое послушание нашей Циферопольской и Кримской епархии. Прошу всех молитв за нас, батюши, потому что говорят, почему священник на приходе бывает, как-то поступает не так, как бы нам хотелось, потому что прихожане, может, мало молиться за него, кто хотя бы раз в год, слезно, со слезами падает на свои коленки и молится за своего пастыря, а тоже нам это делают свои прихожане, потому что священник старается молиться за своих прихожан, и прихожане должны молиться за своих наставников духовных, священников. Пускай Господь помогает нам духовно трудиться, для того, чтобы молиться друг за друга и тем самым нести крест Крестов. Пускай Господь эту радость духовную и воскресенье Крестова дарует каждому из нас и хранит всех нас на многие плоти и леса. Спасибо, что еще раз все это молитвы, ангелы-хранители, всем, сейчас мы все с вами разделили нашу духовную трапезу, наши прихожане также приготовили и телесную трапезу, немножко выйдите на улицу, там наши сестрички будут раздавать вам праздничные, баскальные бугосетки. Ангелы-хранители, всем Христос воскресенье!